Проблема рационального использования антибиотиков привлекает внимание экспертов по всему миру и особенно остро она встала в последние годы и вот почему. Дело в том, что развитие фармацевтической промышленности не позволяет быстро придумывать и выпускать на рынок новые антимикробные препараты, в то время как бактерии быстро адаптируются к уже существующим антибиотикам и становятся к ним резистентными, то есть нечувствительными. И скорость развития этой резистентности намного превышает скорость появления новых антимикробных препаратов. И причина этого явления во многом связана с нерациональным использованием антибиотиков для тех инфекций, где вполне можно было бы обойтись без них. Мы знаем, что очень многие серьезные инфекции, которые могут угрожать жизни больного, вызываются микробами, которые в нормальной ситуации живут у него же в нос, рот и глотке, или на слизистых оболочках. Например, пневмония воспаления легких, которая может протекать в очень тяжелой форме, может быть опасным для пациента, вызывается не каким-то инфекционным агентом, которым пациент заразился, а нормальными обитателями носа, рот и глотки, которые в силу определенных причин снижения иммунных механизмов попадают в нижние отделы дыхательных путей и вызывают такую серьезную инфекцию. Если пациент принимает антибиотики по поводу небольшого бронхита, синусита, острой респираторной вирусной инфекции, то он в своем организме выращивает флору, которая устойчива к этим антибиотикам. И получается такой порочный круг. Допустим, пациент переболел вирусной инфекцией, после этого появился какой-то небольшой бронхит. И у пациента есть выбор. Или лечиться без антибиотиков. Это означает приезжать в поликлинику на физиотерапию, заниматься дыхательной гимнастикой, взять больничный лист, несколько дней провести в тепле дома или выпить антибиотик и через три дня чувствовать себя хорошо. И очень многие пациенты решают эту задачу как то, что им нужно здесь и сейчас. Потому что не хочется брать больничный лист, потому что назначено важное совещание, потому что хочется сходить на футбол. И они приходят к доктору и говорят, доктор, дайте мне самый лучший, самый сильный антибиотик. И доктор назначает пациенту антибиотик. Зачастую это антибиотик последнего поколения. Особенно, если пациент приходит и обращается за получением платных медицинских услуг, многие пациенты считают, что в этом случае им должны дать самый лучший, самый дорогой антибиотик. А антибиотики последнего поколения, это те антибиотики, которые должны оставаться в резерве, которые предназначены для лечения по-настоящему тяжелых инфекций. Пациент идет в аптеку, получает этот антибиотик, принимает его три дня, все у него становится хорошо. Через несколько месяцев у него возникает небольшой гайморит, ситуация повторяется, и в итоге через 2-3 года у этого пациента в нос и рот и глотке уже обитает такая микрофлора, которая нечувствительна к антибиотикам последнего поколения. Допустим, у этого пациента возникает воспаление легких, и он попадает в стационар. Мы таких пациентов видим очень часто. Мы даем ему антибиотик, он не работает. Состояние пациента ухудшается, мы переключаем его на следующий антибиотик, он не работает, потому что за предыдущие несколько лет пациент уже своим бесконтрольным применением антибиотикам вырастил у себя агрессивную и резистентную микрофлору. И далеко не всегда нам удается подобрать то лечение, которое оказывается эффективным, которое позволяет пациенту выздороветь. Дорогие наши пациенты, относитесь к вашему здоровью разумно. Думайте не только о том, что вам нужно здесь и сейчас, но и о том, как вы будете лечиться через месяц, через год и через несколько лет. Не используйте антибиотики там, где можно обойтись без них. Это поможет и вам, и докторам, которые будут вас лечить в будущем.